С моста на санках. Теперь это самый безопасный способ спуститься с Виадука на Молоково. Лестницы превратились в настоящую горку. Несколько лет назад собственники супермаркета рядом со своим торговым центром возвели Виадук. После банкротства компании другая организация выкупила магазин и прилегающую территорию, но от моста отказалась. Видимо из-за потенциальных затрат на обслуживание Виадука. Жители говорят, сейчас подъем на мост для них каждый раз как покорение Эвереста. Сложность, наверное, в том, что в основном здесь ходят дети, потому что рядом находится школа, и все, кто едет на автобусе, и дорога, ну, движение есть большое, и родители, скорее всего, отправляют именно здесь переходить. Ну, я сама так же пользуюсь. И, ну, страшно подняться и спуститься, потому что точно что-то сломаешь себе. Это ужасное безобразие. Это меня лично очень касается. У меня внучка учится в 150-й школе, в 150-й. И нам обязательно нужно пользоваться этим пешеходным мостом, потому что в 4-м классе водить ребенка за руку как-то уже вроде бы не возраст. Но водить по вот этому безобразию просто небезопасно. Проблемой озаботились депутаты горсовета. Они написали обращение в администрацию. Просят разобраться в ситуации. Парламентарии убеждены, мост нужно отдать на баланс городу. Причем в самое ближайшее время, до конца марта. Дольше тянуть нельзя. Последствия могут быть самые серьезные. Ну и вы же представляете, чем так грозит. С одной стороны, как бы это неудобство для пешеходов, которые сегодня рискуют поломать ноги, руки, спускать по такому пешеходному переходу. А второе, самое страшное, самое главное, то, что это серьезная конструкция металлическая, за которой необходимо следить. И если ей не заниматься, если ей не заниматься каждый день, каждый месяц, то в какой-то момент она может просто рухнуть.